В 2013 году, по-моему, там произошло одно событие, и вот хотелось бы поговорить именно об этом, что там произошло и почему Китай стала самым большим производителем Сорго на мировом уровне. Спасибо большое за вашу презентацию, за то, что вы пригласили меня сюда, и я буду говорить на французском языке, потому что мне так легче. И я в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за то, что пригласили меня сюда, и организацию Сорго, о идее, госпожа, и также Лук, за то, что предоставили мне возможность выступить здесь и рассказать о производстве в Китае, об импорте. И я это сделаю с большой радостью. Продолжение следует... Я думаю, что это не экономического аспекта, то я должен сказать, что зерновые культуры представляют собой политическую выгоду, если я могу так выразиться, потому что действительно производство зерновых культур в Китае носит политический, стратегически важный характер. И каждый раз, когда меняется династия, меняется правительство, меняется политический режим в нашей стране, возникают всегда очень странные, особые ситуации, такие, как, например, недостаток, и есть нужда и нищета, бедность. Есть китайская пословица, которая гласит, что все остается в памяти, и сельскохозяйственные культуры остаются глубоко в памяти народа, и сельскохозяйственные культуры. Это как небо и земля, это что-то жизненно важное, без чего нельзя жить. И именно поэтому сельское хозяйство и культивация зерновых культур вносят политический, стратегический характер. Здесь вы видите, при графической представленной как раз распределении культивирования кукурузы, риса и других культур. И что касается рисовых плантаций, то они сосредоточены на северо-восточной зоне, поблизости, со границей с Россией. И здесь указаны основные регионы по возделыванию кукурузы. И что касается соя, не знаю, знаете ли вы или нет, но я должен сказать, что происхождение соя, Китай, соя, впервые было, родилась в Китае. Ну а что касается кукурузы, то здесь сосредоточено более 217 миллионов тонн производится кукурузы в этой зоне. И так, в восточной зоне сосредоточены в основном рисовые плантации 207 миллионов тонн, и 123 приходится как раз на долю производства пшеницы. Это три наиболее распространенных зерновых культуры в Акиталии, кукуруза, рис и пшеница. И это производство как раз сосредоточено здесь, в этих зонах, представленных на слайде. Что касается риса, то я должен сказать, что рисовые плантации в основном сосредоточены на юго-востоке, а что касается пшеницы, то я должен указать на существование субсидированной системы в нашей стране. Это означает, что производителям предоставляются субсидии, обеспечивается гарантированная цена, которая является искусственно завышенной по сравнению с ценами на мировом рынке. И это касается как раз пшеницы, и это 123 евро за тонну, и это свидетельствует о том, что цена, конечно же, выше по сравнению с другими странами, другими рынками. И поэтому, что касается кукурузы, то на кукурузу уже не распространяется эта гарантированная цена. До 140 миллионов тонн производится в нашей стране, что представляет собой стратегический резерв Китая. Это своего рода сурплассы, это запасы. Именно по этой причине субсидии не распространяются на кукурузу с целью сокращения этого уже достаточно большого стратегического резерва. Ну а теперь перейдем к Сорго. В нашей стране присутствуют три зоны выращивания Сорго, и на долю Сорго приходится четвертое место среди зерновых культур в Китае, несмотря на то, что на долю Сорго приходится, ну, отводится большое значение культивации Сорго. И во количественном значении, то я должен сказать, что производится всего лишь 3 миллиона тонн Сорго по сравнению с другими тремя ведущими зерновыми культурами, показатели цифры, по которым намного выше. Суммируя, то мы получаем более 500 миллионов тонн, и Сорго, конечно, усыпает им по этим цифрам и по показателям. Что мы видим здесь, на этом слайде? Мы видим здесь распределение, опять-таки, в территориальном отношении, распределение фермерских хозяйств и кормовой индустрии. То есть здесь присутствует определенная специфичность как раз в кормовой индустрии. И предприятия, кормовые предприятия сосредоточены в основном в восточной зоне Китая. Но это в основном в силу логистических причин. И вот как раз Пьер уже упомянул о том, что Китай является ведущей страной-импортером Сорго, начиная с 2014 года. И речь идет о Сорго, который импортируется в Китай, и потом трансформируется, перерабатывается, используется этими кормовыми хозяйствами, кормовыми предприятиями, которые расположены вблизи водоемов. И что же произошло как раз в 2014 году, когда наша страна стала ведущим импортером Сорго? Я могу сказать, что круза китайского производства намного дороже по сравнению с импортируемым Сорго. Вот почему АИ было принято решение ориентироваться на увеличение производства Сорго, импорте Сорго, который импортируется из Австралии. И я могу сказать, что Сорго импортируется в Китай из различных источников, из Австралии, как я уже сказал, США, Аргентины, из Бермании. И это очень важно для нас. Почему? Потому что основным потребителем импортируемого Сорго являются кормовые производители. Я хотела бы сказать, что вы также и производите Сорго на международном уровне. Если я не ошибаюсь, вы производите 3 миллиона тонн, и вы, следовательно, входите в число ведущих производителей Сорго. И поэтому производите столько, импортируете столько. Здесь присутствует определенный разрыв. Я могу сказать, что китайцы являются потребителями различных напитков, так называемого белого алкоголя. Итак, если мы производим 3 миллиона тонн Сорго, которые идут в основном на ликероводочное производство, они потребляются ликероводочными заводами, которые производят напиток, который мы называем, это сон-перевод, белый алкоголь. И что касается сегментирования вашего рынка, то что мы можем здесь подчеркнуть? С одной стороны, значит, пищевое потребление, потребление ликероводочными заводами для производства белого алкоголя. С другой стороны, потребление кормовыми производствами, кормовыми предприятиями. И поэтому цена и дифференцируется соответствующим образом. Это так, мы для этих производств используем кукурузу китайского производства и импортируемые Сорго. И 95% импортируемого Сорго как раз и потребляется кормовыми предприятиями. И, как вы уже правильно подметили, остальной процент, остальная часть потребляется ликероводочными заводами. А существуют ликероводочные заводы, которые используют импортируемый Сорго, или в основном они используют Сорго местного производства в малом количестве, они используют также импортируемый Сорго, но они предпочтение отдают Сорго местного производства в силу ароматных специфических характеристик этой культуры. И, что касается запасов, стратегически важных запасов, о которых вы упомянули, что касается Сорго, вы могли бы озвучить определенные показатели? И хотелось бы узнать, в стране планируется повышение производства этой зерновой культуры для увеличения ваших стратегических резервов, или же вы планируете увеличить импорт. Очень сложный вопрос, за две минуты и не ответить на него, но я попробую. И поэтому, как я уже сказала, Сорго местного производства используется для производства ликероводочных продуктов, алкогольных напитков. И на сегодняшний день, что мы имеем, в какой ситуации? Существует Сорбласт в виде 25%, потому что существуют налоги, существуют пошлины, таможенные пошлины. И 170% этих пошлин взимаются и накладываются специальным образом с протекционистской точки зрения, исходя из протекционистских целей. И что касается 2 миллионов тонн, именно вот это значение представляет собой разрыв между производством и импортом. И было принято решение сейчас специально занизить как раз определенные питательные протеин-белковые характеристики. Но это, что касается сои, мы также и импортируем фуражные культуры. И на протяжении уже нескольких лет таких культур, как ячмень. И мы импортируем также еще и сухие, отходные специальные вещества, специальные продукты. Мы пытались также снизить внутреннюю цену на кукуруз. И если мы говорим теперь о американском сорго в Китае, я думаю, что это не такое большое влияние окажет на производство кормов в Китае, потому что у нас есть еще и другие злаковые, есть и другие культуры, которые мы можем использовать. Теперь мы поговорим о ситуации в Соединенных Штатах. Вчера состоялись, сегодня ночью практически состоялись выборы. Да, конечно же, да и нет, можно сказать. Господин Трамп, надо сказать, что он большую поддержку имел и сельскохозяйственных работников, фермеров. Он пользовался большой поддержкой. Как вы знаете, у нас сегодня ночью состоялись выборы, и я могу сказать, что эти выборы, вот, конечно же, там победили демократическая партия, но не настолько сильным образом, как это ожидалось. По этому у Трампа очень рискованная стратегия, как, в принципе, это всегда ему было свойственно. Он очень сильно поляризует население, которое голосует, голосующее население. И он мог бы сделать более еще широкое обращение и к женщинам, так сказать, и в отношении к другим категориям. Но его интересует усиление, консолидация своей собственной базы, которая за него голосовала. Он основывается на демографии. Например, в Калифорнии приблизительно 50 представителей, а в Вермонте всего 1, 71. Поэтому здесь надо рассматривать, какой уровень представителей наблюдается от крупных городок. Трамп может завоевать еще 5 или 6, может быть, дополнительных мест, Но ситуация, когда мы смотрим на карту, то мы видим всю центральную часть. Это все Трамп, она вся красная, можно сказать. Потом это все рабочие, это все сельскохозяйственные работники, фермеры. Это все те люди, которые голосовали за Трампа. А потом мы смотрим также на побережье Тихого океана. И мы видим, что демократы, особенно Хиллари, Климптон, они стали партией элиты. А Трамп, он составляет, можно сказать, он основывает свою республиканскую партию с самых-самых основ, и демократическая партия старается сейчас завоевать, перетянуть на свою сторону элиту республиканской партии. Я сейчас скажу несколько слов по-французски. Отношения с Китаем. Конечно, мы видим, что такие культуры, как сорго и соя, они становятся жертвами, побочными жертвами конфликта торгового. Конечно же, сами это являются орудиями, они выступают орудиями этой войны. Конечно же, для Китая это орудие, но, так сказать, Китай и США стали своеобразными жертвами. Я не думаю, что, как я бы мог сказать, что защита сельского хозяйства является орудием стратегическим. Я думаю, что, конечно, здесь политические действия, они оказывают огромное влияние на всю ситуацию. Но, например, помощь, продовольственная помощь в отношении африканских стран сюда не входит. Что касается Соединенных Штатов и Китая, для того, чтобы понять объемы и масштабы этого соперничества, надо, конечно же, понимать, какие действия повлечет политика, за собой политика Трампа. Еще Трамп пишет о дефиците, о долге. Еще с 1980-х годов существуют эти открытые вопросы. И ситуация 300 миллиардов, 375 миллиардов долларов, объем импорта в Китае составляет 500 миллиардов долларов. Из Китая 130 миллиардов. И уже говоря о тех 20 миллиардах, о которых я говорил, это СОЭ, практически мы говорим о 13 миллиардах. Это объем экспорта в СОРГУ. Его объем экспорта составляет 800 миллионов долларов. То есть, надо сказать, что вся эта политика, эти орудия политические, эти рычаги американские, это все, конечно же, вызывает дефицит. Это все связано с безопасностью национальной, поскольку были использованы процедуры совершенно своеобразные, которые не использовались со времен Буша, то есть с 90-х годов, которые позволяют для поддержания национальной безопасности пользоваться такими средствами, позволяют поддерживать определенные стабильные количества. Здесь также мы должны вспомнить о налогах дополнительных, которые введены на алюминий. Это таможенные пошлины на алюминий в отношении Китая. Китай тоже принял свои меры, Европейский Союз тоже принял свои меры. Существует также договор между Мексикой и Канадой, но пока у нас ситуация по Сталии, она еще пока не разрешилась. Существуют две тенденции коммерческие по Китаю, и вторая тенденция, она связана с международными интеллектуальными права, 90-220 миллиардов санкций по защите интеллектуальных прав в отношении Китая, и Китай принял меры в отношении 130 миллиардов. Что касается сои, сейчас от 2 до 25% у нас произошли изменения таможенной пошлины, и, конечно же, эти пошлины, они тоже увеличиваются на сталь, 27%, Соргу, а что касается кукурузы, повысилась на 90% пошлины. Конечно же, это все оказывает огромное влияние на товарообмен. Надо сказать, что у нас пока не было никаких переговоров в этом отношении, они находятся сейчас на нулевом уровне. Два раза министры направлялись в Китай, в то время, когда еще думали, что надо через Китай решать проблемы с Северной Кореей. И министры американские посетили Пекин, был составлен, подписан договор краткосрочный, и Китай обязался снизить задолженность 100 миллиардную, но Трамп, он был не согласен с этим, и он практически, так сказать, свел до нуля эти соглашения, он их не принял. И поэтому все решает, конечно, право, Трамп и никто другой, это все осложняет ситуацию. Отношения между Китаем и США за последние месяцы ухудшились. Надо сказать, что эта ситуация, она сложна не только с точки зрения коммерции, она касается также инвестиций американских в область технологий. На 97% снизился объем продукции китайцев, и потом надо еще добавить и вопросы, связанные со спионажем, вопросы демолатические. Мы целый ряд вопросов задаем себе, но надо отметить, что отношения очень осложнились. Чего же хочет Трампа? Надо сказать, что его министры, их мнения разделяются, они неоднозначны в отношении этого вопроса. Существуют некоторые области, где есть, так сказать, они придерживаются одного мнения, и некоторые области, в которых совершенно мнения противоположны. Нам это все напоминает ситуацию с Японией в 80-е годы, и сейчас мы ее переживаем в отношении Китая. И надо сказать, что в 2001 году у нас уровень был 80 миллиардов задолженностей, и с тех времен этот разрыв, эта задолженность увеличилась катастрофическим образом. Китай получил доступ ко всем западным рынкам без какой-то компенсации в отношении этих рынков. И вот такая сейчас ситуация базовая, она отличается от централизованной политики экономической. Это то, что произошло в настоящее время с того момента, как Китай вышел на западные рынки. Это констатация фактов, которые разделяет общественное мнение в Америке. Трамп получил одобрение, а Китай в настоящее время, Китаю предстоит разработать свой путь в деловом контексте. Каково же конкретное влияние этих политических решений на экспорт, на коммерцию, на сроки и условия производства в Китае? Что же касается рынка, мирового экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай, у нас наблюдаются какие-то сформирования новых ориентиров, у нас образуется, должна разрабатываться новая программа выбора в отношении сельскохозяйственной продукции. Может быть, нам нужно производить меньше соргу, потому что у нас нет такого большого спроса китайского рынка. Если, конечно, вы хотите, да, мы можем поговорить о соргу и сое. Сое – это 12 миллиардов сумма экспорта. Что касается запасов, наши стоки, конечно, их объемы увеличатся, но часть экспорта американского, надо сказать, что где-то этот спад, он составит приблизительно 10%, и мы должны переориентировать наш экспорт. У нас есть некоторые регионы. Юнкер, он сказал, что он купит больше сои, и надо сказать, что экспорт в Европу, конечно же, со стороны Америки увеличится, но что здесь еще оказывает значение – цена на сою, и поэтому урожайность сои повлияет на спрос на другую продукцию. Площади под сою увеличились за последние годы, поэтому мы, может быть, все-таки у нас мы сделаем упор на кукурузу, у нас произойдут какие-то изменения, которые коснутся 2 миллионов или 3 миллионов гектар. Поговорим по соргу, мы уже говорим о 2013-2014 годах, когда произошли изменения. И поэтому существует ряд причин, среди которых также режима импорта кукурузы, потому что там довольно-таки рестриктивные, жесткие нормы, а еще можно говорить о генетически модифицированных организмах, и китайские промышленники, например, ну, как говорят американцы, они не хотели вообще не иметь там никаких трудностей и проблем с ГМО. Существуют конкретные барьеры, которые представляют собой четкие ограничения, и поэтому, что касается Европы, то там прогнозируется увеличение в два раза импорта с Орга. Я хотел бы напомнить вам, что Трамп взял на себя обязательство увеличить на 15% ставку инкорпорации этанола в состав бензина, и это, естественно, повлечет за собой определенные последствия для СОРГО, и поэтому и определенный процент СОРГО будет использоваться для производства бетанола, и промышленные производители обязаны будут учитывать это и начинать использовать СОРГО вместо кукурузы. Что касается испанцев, то я должен сказать, что у них были перерабатывающие заводы, как есть. Я знаю, что есть перерабатывающие заводы и в Техасе, и поэтому мы могли бы передать сейчас слово Ли, вовлечь его в дискуссию, потому что я думаю, что ему будет, что ответить на это. А затем я передала бы слово Ли Андро, который нам сможет предоставить интересную информацию по Аргентине. Пожалуйста, Ли, вам слово. Итак, я, конечно, хотел бы добавить кое-что в плане коммерческой войны между США и Китаем. Я, естественно, озвучу китайское видение, китайскую точку зрения на вещи, поэтому, что касается этой коммерческой, этой торговой войны, которая сейчас и присутствует, которая в процессе, я хотел бы сказать, что существует реальная причина этой торговой войны, политическая причина, а именно политическая война между Китаем и США. Почему? Потому что в 2015 году, когда китайское правительство предприняло определенные меры, именно утвердило экономический план для страны, план развития, и при этом правительство определило приоритеты для промышленного и отраслевого развития. О каких приоритетах идет речь? Речь идет о введении инноваций, развитии искусственного интеллекта, развитии цифровых аэрокосмических технологий. И я могу сказать, что правительство поставило перед страной цели повышения качества промышленной продукции, в том числе и сельскохозяйственной продукции. Вот почему, начиная с 2015 года, мы начали диверсифицировать наши источники, источники импортированной продукции, которую мы импортируем из России, США и так далее. И что касается этого десятилетнего плана экономического развития, то там ставка была сделана на оптимизацию, общую оптимизацию нашей экономической структуры. И мы знаем, что США пытаются как раз затормозить, притормозить эту китайскую инспансию, ввиду того, что она представляет собой угрозу для рынка США. Но в Китае также была поставлена задача сделать ставку на развитие биопродукции. Поэтому этот план включает множество целей, множество задач. Для этого были намечены сроки. Первый срок до 2025 года Китай должен стать одной из наиболее промышленно развитой страной, но при помощи внутреннего производства, посредством импортозамещения, также Китай должен выйти на все средние рубежи с точки зрения своей производственной способности. И что касается 2045 года, когда будет праздноваться юбилей рождения Китайской Республики, то к тому сроку Китай должен стать самой промышленно развитой страной в мире. Для этого мы должны идти в сторону модернизации всей нашей промышленности. Я также должен упомянуть, что при этом правительство не оставило в стороне оборонную промышленность. Почему? Потому что мы должны защищать наше богатство. Я знаю, что американская администрация старается всевозможно помешать этому плану развития и делает все возможное, чтобы нам не удалось реализовать поставленные перед собой задачи в плане совершенствования и модернизации нашей технологии. А мы сказали, что нет уж, мистер Трамп, мы сильная страна, мы китайцы, имеем все права реализовать поставленные перед собой задачи, самостоятельно принимая решения о способах достижения этих целей. Вот и поэтому сейчас и существует торговая война между США и Китаем, которые являются не причиной, а являются всего лишь последствием политической войны, а именно определенных действий со стороны американской администрации, нацеленных на создание определенных проблем и препонов на... Все ясно, спасибо. А сейчас я хотела бы передать слово Али... Хотела бы передать слово Алиандру. И потом, если у нас останется время, я, господин Леопяк, дам вам слово. Ну что ж, господин Леандру, вы здесь слышали разговоры о стратегической политике, а нацеленные на развитие сельскохозяйственной продукции. И что это? Это инструмент эффективного развития, или же это припоны, или это барьер? Какова ситуация в вашей стране? Хорошо. Позвольте мне в первую очередь поблагодарить всех за то, что меня пригласили сюда выступить со словом. И для меня, и сейчас как раз оратор говорит на итальянском языке, и для меня является большой честью присутствовать здесь и выступать здесь. Но сейчас я вернусь ко французскому языку. Какой вы полиглот? Да, конечно же. Ну что ж, я хотел бы в первую очередь ознакомить вас с преимуществами СОРГО, а также ознакомить вас с трудностями, с которыми мы сталкиваемся, так же, как и все сталкиваются с этими трудностями во всем мире. Что же касается Аргентины, то я могу сказать, что культивация СОРГО в нашей стране осуществляется издавна, испокон веков, как я могу сказать. И здесь вы видите синим цветом экспорта, и в 60-х, начиная с 60-х, 70-х готовка, мы в три раза увеличили экспорт СОРГО в три раза. И это свидетельствует о том, что здесь у нас по красной линии, красная линия представляет 3 миллиона гектаров в начале 70-х годов, а потом вы видите спад на этом графике. После 70-х годов в нашей стране был зарегистрирован спад. Что касается пшеницы и риса, то на их долю приходятся более положительные показатели. И это факт, но потом мы видим, мы здесь на этом графике наблюдаем пик 5 возрождения СОРГО, и поэтому я хотел бы опять-таки затронуть тему коммерческой торговой войны, о чём говорили Ральф и Эли, что же произошло в нашей стране после 70-х годов, и не только в нашей стране, но во всём мире. В 80-е годы вот российских войск в Афганистане, Джим Картер, ввёл эмбарго, и американцы составили специальный план в отношении Советского Союза по эмбарго 20 миллионов пшениц и 8 миллионов тонн собственного производства было недостаточно в тот период, и поэтому Икзор обратился на нас. И так начинается наш экспорт, 5,4 миллиона тонн, и это что касается СОРГО и 10 миллионов тонн кукурузы. А по окончании периода эмбарго начался спад, и поэтому наш экспорт начал замедляться. Мы начали развивать культивацию соли и пшеницы, и потом опять присутствует повышение нашего увеличения экспорта. И так, что касается 2012-2013 года, мы экспортировали 3 миллиона тонн СОРГО. И я могу сказать, что были введены пошлины на экспорт СОРГО и кукурузы. И я могу сказать, что пошлины коснулись других зерновых культур, а не СОРГО. И в конце 2015 года мы устранили, удалили квоты по экспорту, которые существовали. И я хотел бы вам наглядным образом показать всю эту статистику. И вот Пьера уже озвучила эту статистику на международном уровне. И также Ли озвучил статистику. И поэтому, конечно же, мы все понимаем, что мы все должны теперь считаться с Китаем на мировом уровне по экспорту и импорту СОРГО. И что касается наших рынков по экспорту СОРГО, то рынок не только Китая, а также Япония и Колумбия. Итак, когда Китай появился на этом рынке, то цена на СОРГО очень значительным образом увеличилась. Она повысилась. И многие другие южноамериканские страны решили свое внимание сместить в сторону других серновых культур. И поэтому, как вы понимаете, разные периоды были вообще в истории нашего экспорта и импорта СОРГО. И мы ввели в нашей стране фитосанитарный протокол, о котором я вам более подробным образом расскажу попозже, который предоставил определенные преимущества для отрасли СОРГО. И что касается этой культуры, то для нас это благородная, высокостойкая и засухостойкая культура. И что касается производства СОРГО в Аргентине, то я могу сказать, что 530 долларов за гектар против Акцины за кукурузу. И поэтому СОРГО уступает кукурузе, и белым цветом обозначен СОРГО. И почему же кукуруза в основном культивируется в центре на севере Аргентины? То две трети как раз территории Аргентины как раз и исторически приходилось на этот регион. Мы раньше высаживали СОРГО в сентябре-октябре, а сейчас начали высаживать СОРГО в декабре. И мы это делаем специально. Почему? Таким образом, чтобы цветение было в феврале. Поэтому кукуруза поздно созревающая и пользуется определенной стабильностью по сравнению с ранней культурой, которая насаждалась в сентябре. И это также очень полезно с точки зрения и насекомых. Поэтому, что касается территории, где раньше насаждался СОРГО, мы насаждаем кукурузу. Поэтому мы инвертировали, и мы насаждение осуществляем в четкие сроки, в четко определенные сроки. И мы не используем СОРГО для производства биоэтанола. Я вам объясню, почему мы этого не делаем. Мы этого не делаем, потому что мы должны ориентироваться четким образом производства. И нам нужно определенное качество. И когда мы насаждаем, когда фермер высаживает СОРГО, то он уже должен четким образом знать, какие объемы урожайности ему нужно получить. Он уже знает, кому он должен этот урожай продать. И именно этим все и обуславливается. Следовательно, мы сейчас ударением делаем на повышение качества. Что это за шум? Ну, не бойтесь, не беспокойтесь. Этот шум подтверждает мои слова. Из Аргентины этот шум. Ну, да, конечно же, мы ничего не слышим. Это наверняка наши конкуренты решили нам какие-то проблемы создать. Итак, вы упомянули биотехнологии. Что же касается генетики, биотехнологии, конкуренции с этой точки зрения, и соперничества между кукурузой и СОРГО, не только в ценовом плане, а также в плане и других аспектов, биомов и так далее. И что касается возможностей сбыта, вот, а что касается генетики, каким образом генетика может способствовать диверсификации этих культур на рынке. Приведу пример. В 2011 году Аргентина изменила торговый стандарт на собственном рынке. Мы сегментировали свой рынок, и, может быть, мы еще большим образом будем сегментировать свой рынок. Нужно учитывать различные спецификации, параметры, как цвета, тонинность, содержание тонинов в культуре. Нам нужно сейчас постараться наилучшим образом организовать свой рынок в ценовом плане. Почему? Нам нужно учитывать цены, которые присутствуют в Австралии, в Техасе, и нам нужно быть конкурентоспособными. Если цена на нашу продукцию на 40 долларов ниже по сравнению с американскими ценами, это для нас представляет преимущество или, наоборот, проблему? Ну, с точки зрения производителя, могу сказать, что цена 118 долларов на сорго по сравнению с ценой 147 долларов на конкурузу означает что? Означает проблему, как мы это видим на этом слайде, 120 долларов, 145. Я округлил, конечно же, эти цены. И эти плантации находятся на расстоянии 400-500 километров от портов. И это представляет собой... Это требует о нас организации логистики определенным образом, потому что нам нужно экспортировать свою продукцию в Шанхае. Следовательно, здесь еще и логистические затраты необходимо учитывать с точки зрения конкуренции США и Австралии для сорго, потому что логистические затраты играют большую роль. Они имеют большое значение с точки зрения ценообразования. И у нас очень большие затраты, 400-500 километров от портов. Это представляет собой огромную проблему для нас. Мы сейчас, конечно же, и пытаемся развивать железнодорожный транспорт, железнодорожные инфраструктуры. Но пока мы имеем конкретные проблемы, которые и потом и коммерчески ощутимы для нас. Какие рынки вас интересуют? Какие рынки вам хотелось бы заполучить? На какие рынки вам хотелось бы выйти? Мы как раз это и обсуждаем с Ли. И мы сейчас ведем переговоры с китайскими властями в надежде на то, чтобы прийти к конкретной договоренности. И Китай инвестировал 21 миллион долларов в нашу страну. Это большие суммы. Это 1,3 миллиарда. И поэтому нам нужно, как я уже сказал, совершенствовать наши инфраструктуры портовой, железнодорожной, а также нам требуется средство для развития истой альтернативных источников энергии. И так, как я уже сказал, все наше производство структурировано на основе фитосорнитарного протокола, который все обуславливает. И Китай для нас, мы являемся аутсайдерами. И с точки зрения протокола фитосанитарного, у нас большие трудности экспорта сорга для потребления человеком. И с этим связаны, конечно, наши производственные процессы. Я говорю об аргентинском соргу в отношении Китая. По сравнению с китайским, мы не можем экспортировать сорга, который идет на питание человека напрямую. Это зерно должно быть сначала переработано. То есть существуют также и карантины, существует целая серия пестицидов, которые тоже входят в карантин. И для нас это составляет большую проблему. Ну, я думаю, что вот это средство для борьбы с сорняками, это не такая большая проблема, не такое это агрессивное, не такое это агрессивное вещество. Но это все сложно. И, конечно же, надо все оценить достаточно подробно и глубоко. Необходима сортировка. Но, конечно же, эти условия, они должны быть облегчены. Как вы считаете, условия импорта в Китай, они будут облегчены или нет? На сегодняшний день в Китае мы решили усилить, так сказать, усилить и ужесточить все санитарные критерии, все санитарные требования, потому что у нас было много проблем, которые коснулись здоровья детей. И у нас имелись также и жертвы среди детей по причине зараженного молока. И были также проблемы, которые возникли с кукурузой, с кукурузой американского происхождения. Если я не ошибаюсь, это были продукты ГМО. Это касается продукции, которая не была авторизована со стороны Китая. Было целый ряд проблем санитарного характера с молоком, которое прибывало из Новой Зеландии и шло на детское питание. Это произошло совсем недавно, пять месяцев назад все это произошло. И поэтому было решено, правительство приняло решение поручить некоторым китайским предприятиям надзор за прибывающими продуктами. Это касается продуктов питания и фармацевтической продукции. Мы установили своего рода карантин. И эту политику мы будем проводить и в будущем для того, чтобы защищать, охранять наше население. Прежде всего, должна быть безопасно санитарной. Но это касается не только продуктов из Аргентины. Это общее рассуждение. Конечно же, что вы считаете, будет сложно импортировать сорго? Я думаю, что, наверное, еще вы хотели дополнить, что касается Европы. Европы в более расширенном понимании, но стратегия китайского, она не касалась диверсификации Европы, а расширенную мы понимаем, как Европу вместе с Россией и Украиной. Да, конечно же, новый импорт Китая такой продукции, как сорго, может и быть из России. Это сорго получено, поскольку у нас вот такая ситуация с американским сорго. Китайский рынок, как вы знаете, он несколько особенный, но основная часть действующих лиц, участвующих в этом процессе, это все государственные предприятия. Вот в этом и заключается особенность нашего рынка, потому что это часто бывает, что именно само правительство принимает решение о диверсификации. А почему не произвести европейское сорго? Вот я сейчас таким призывом обращаюсь к вам. Это может быть и европейское сорго в Китае, и может быть африканское сорго у нас в Китае, но это должны быть программы средние или долгосрочные. Это могут быть программы не только французские, а европейские. Да, конечно же, можно экспортировать в Китай. Это тоже может быть составной частью программы по диверсификации. Это все не зависит от Пекина. Я говорю о европейском сорго, о французском, может быть, или об итальянском в отношении китайского рынка. Но существует как бы первый уровень для того, чтобы экспортировать, это считается, например, кормового сорго. Это все уже существует. На сорго нам необходим такой протокол на Китае. Несмотря на то, что не существует разбивка на контингенты, конечно же, нам надо говорить и об экономическом уровне. Необходимо, чтобы сорго, допустим, французский или европейский, но надо, чтобы он был конкурентоспособным по сравнению с остальными, с сорго остального происхождения. Но я думаю, что совершенно нет никаких оснований для того, чтобы отказываться от европейского сорго. И в заключение, я думаю, что, конечно же, нам надо рассматривать эту проблему на долгосрочной основе. 40,5 миллионов тонн это объем экспорта в Китай. Я думаю, что эти проблемы сегодня мы не сможем решить. Я думаю, что Китай и сегодняшние Соединенные Штаты во главе с Трампом пока не смогут решить этот вопрос. На это понадобится большее время. Эти пошлины, они останутся в силе еще, наверное, на протяжении нескольких лет. Я думаю, что вряд ли нам до 2020 года удастся решить эту проблему. И последнее слово. Я убежден, что у нас и в ближайшие годы наш объем производства будет расти. У нас есть все возможности для того, чтобы развивать развитие этой культуры. Конечно же, рынок тоже будет развиваться. Мы сегодня можем перейти к квоте 30% рынка на 2018-2019 годы. Мне кажется, что это очень хороший уровень. И я думаю, что Сорго может стать культурой совершенно, так сказать, самостоятельной. И прекрасно будет подходить для ужина главы государства. И я думаю, что нам нужно думать над организацией нашей производственной цепочки. Мы договорились о сегментах рынка. Большое спасибо за всем четырем участникам этой дискуссии, за очень интересные выступления. Небольшое выступление, и мы уже опаздываем на 10 минут. Большое спасибо. У меня есть вопрос господину Ли. Очень интересные были рассуждения. Мы говорили о первом протоколе европейском. Мы говорим о Сорго-французском. Господин Ли, когда вы думаете, Китай будет готов к составлению, к принятию протокола по европейскому Сорго? Это был бы очень значительный шаг вперед. Большое спасибо за ваш вопрос. Я не являюсь участником переговоров. Прежде всего, я не имею таких полномочий для того, чтобы вести переговоры с Европейским Союзом. Но мне надо сказать, я бы хотела сказать, что есть тут вопрос двух уровней. Вопрос правительственный и есть административный вопрос. Потому что Китай импортирует и экспортирует. Поэтому здесь у нас экспортер Европейский Союз в Китае. Поэтому существует определенная процедура. Импортер не может заниматься теми видами деятельности, которыми занимается экспортер. Два правительства должны заключить договор. И здесь есть действия, которые свойственны экспортеру и импортер. Я не знаю, хорошо ли я объяснил. Я думаю, что это нужно образовать, сформировать это досье. И в момент встречи, которая состоится, создается смешанная комиссия между Китаем и Европейским Союзом. Вы будете являться экспортером. Вы должны подать заявку в Брюссель. в Брюссель.